Инна Витальевна, не могу не удержаться, чтобы первым вопросом не попросить вас рассказать историю про соленые арбузы. Спасибо. Это, по крайней мере, очень приятно мне как автору. Означает, что вы читали мои книги, читали внимательно. Но для тех, кто не читал внимательно моих книг, я могу сказать, что это одна из самых интересных моих ярких журналистических историй. Когда у меня было задание от российского телевидения непременно взять интервью у Бориса Николаевича Ельцина в ту пору только-только-только ставшего президентом, первым таким президентом России, и он должен был приехать в мой родной Нижний Новгород, который только-только стал Нижним Новгородом из города Горького, а я была собственным корреспондентом программы «Вести», вела прямые эфиры популярным журналистом. И мы ждали прилета президента из Ульяновска, и ждали долго, в 7 часов вечера, собрались огромное количество толпа журналистов и просто зевак. У нас в таком старенький аэропорт Горьковский. И, наконец, вот он прилетел самолет. Это было 12 ночи, а может быть, даже первый час ночи. И очень волновался Борис Немцов, молодой губернатор, опять же, только недавно назначенный и избранный Советом народных депутатов. И все ждали. И Борис прошел туда, на летное поле, и оттуда пришла команда через всякие рации, что никаких интервью, никаких-никаких ночи. И было очевидно, что президент прилетел из Ульяновска уже уставший. Он такой, прямо сильно уставший. И там было какое-то совещание в аэропорту по поводу того, где он будет жить и как все будет дальше. То есть он общался с Немцовым. Ну, а журналисты терпеливо ждали. Когда-то мне очень хорошо, мой наставник журналистики сказал, Олег Добродевич, что наше дело вообще ждать. Это такая часть журналистской работы. Мы все терпеливо ждали. Было холодно. Я не помню, какое-то время года было, по-моему, весна. Холодно, пронизывающий ветер. И решили ребята-журналисты перекрыть выезд из ворот аэропорта. Ну, а я рискнула. Потому что я поняла, что в этот момент подвезли машину ЗИЛ с флажком России, с гербом России. И что в эту машину должен сесть президент России. И я подошла к этой машине. И было очень страшно, потому что я должна была перегнать свой материал на российское телевидение. И тут же рядом бегали СОПКОР первого канала, СОПКОР других каналов. И все хотели свой материал передать первыми. А если я буду стоять у машины, и войдет президент, подойдет, и меня просто отгонят, то у меня не будет. Нечего будет меня перегонять вообще никаких материалов. Мы с оператором приняли такое решение. Тем более, что я, что это, надо всегда все учитывать в коммуникации. И я учитывала то, что меня в Нижнем Новгороде очень любят. В том числе и те самые силовики, которые стоят около этой машины. Ко мне подошел один начальник. Я сказала, я здесь постою, если захочет президент ответить на мой вопрос, только один вопрос, один. Это моя фишка такая, только один вопрос. Если у вас первый вопрос хороший, то дальше вы остаетесь там задавать другие вопросы. Но первый должен быть очень хороший. И я его придумала. Я придумала вопрос. Я сейчас не помню, какой. Потому что все поменялось. На соленые арбузы, как вы понимаете. Потому что Станислав уже все продал заранее. Но, тем не менее, к моей полной неожиданности и безумному разочарованию, президент Ельцин Борис Николаевич, большой, такой медведь, вышел из этих ворот пешком аэропорта и направился к группе журналистов, где нас не было. И он там стоял минут 20, отвечал на все вопросы. И я понимала, что сейчас меня просто от этой машины просто отшвырнут, и я останусь единственным собственным корреспондентом, который будет без материала. У других есть интервью, у меня нет интервью. Но не бегай же туда-назад. Не надо суетиться-то никогда. Надо всегда держать свою пленю. И вот тогда в мозгу вспыхнуло, что я должна что-то такое сказать, что Бонн обязательно остановился. И вот что такое коммуникация, что такое вот та самая коммуникация, которая не может не остановить президенты, непрезиденты, неважно, все мы люди, никакой разницы нет особой на самом деле. Человек хочет быть президентом, может быть президентом, его убирают президентом, все сошлось, и вот он президент. Так, на самом деле, между разницей никакой между людьми нет. Это очень важно понимать. Все это страшное смущение, наша зажатость, она на самом деле не имеет никаких оснований, физических точно и психологических. Ну и я стою и думаю, он прилетел из Ульяновска, прилетел поздно. У меня я совсем недавно была в Ульяновске и сделала оттуда репортаж, который прямо стал таким знаменитым. И репортаж был про то, как в магазинах Ульяновска, в отличие от наших магазинов нижегородских, все есть. А главное, есть овощи и фрукты, и их много. И есть такое чудо, как соленые арбузы в бочках. И их можно покупать за недорого и брать. И вот, мне удалось попробовать, это оказалось вкусно даже. И это чисто ульяновская история. И я подумала, раз он приехал поздно, и судя по походке, он не трезв. Спрошу-ка я его про арбузы. И все вот эти вот другие какие-то важные вопросы про нижегородские реформы, про нижегородского губернатора, про то, с чего он собирается начать вообще отпускать цены. И как он относится к тому, что цена на хлеб может взлететь. То есть всякие важные, хорошие журналистские вопросы я все отложила в сторону. И когда Борис Николаевич подошел к Зилу, нельзя сказать, что он был очень рад, что тут еще какая-то камера и какая-то там женщина молодая стоит в черном плаще, дрожа от холода. Но я сказала, Борис Николаевич, вы пробовали соленые арбузы? И вот тут было необыкновенно. Я, конечно, вижу, просто как сейчас, потому что он уже открыл дверцу Зилу, он ее закрыл. И сам подошел ко мне. Он сделал этим несколько шагов. И чем ближе он подходил ко мне, тем дальше уходила охрана. Всем было очевидно, что охраны в кадре быть не должно. И вот мы уже остались вдвоем. И это было 20 минут интервью. 20 минут интервью. Ну это очень много по... Да, ну это уже был час ночи, не знаю там. Я была вся, не знаю, как это сказать, неживая просто. Я не верила глазам своим. Но потом у нас уже произошел такой разговор на следующий день. Он мне вообще предложил быть рядом, обойти в пулу, еще что-то. Но я всегда очень как-то четко понимала, что мое, и что не мое в этой жизни. И вот мне пул президентский никогда не хотелось. Честно. Я очень дорожила вот свободой своей. Вот возможной для меня степенью свободы. Поэтому я так к неудовольствию царя, но я отказалась. Но потом, когда он отвечал нижним, я всегда спрашивала, а не на где. Это было очень приятно. Я у него много вызвать свободе его. Но это вот было все. Все началось с соленых арбузов. То есть, если говорить мне о байке, о выводе, раз уж вы меня так сподвигнули на какой-то чуть-чуть маленький урок из каждой байки, из каждой истории, да, мы извлекаем уроки. Урок такой. Вы всегда должны найти, чем зацепить человека, но это должно иметь отношение к его жизни, а не к вашей. Людям всегда интересно, они сами. Ну, нету ничего более интересного для нас, чем мы сами. И когда вдруг вы спрашиваете его там, про что-то такое, что он не мог пройти мимо сожженных арбузов. Точно. В Ульянске все угощали. Не мог. Этот случай, у вас в книге очень много интересных эпизодов, но этот эпизод как раз умение вовлечь собеседника, поговорить о том, что действительно ему интересно, он меня и привлек. Нина Витальевна, но не у всех есть столько терпения, столько профессионализма, как у вас уже, как у тележурналиста, сложившегося к тому моменту. А что бы вы посоветовали интровертам, которые пока ничего не знают о собеседнике, но на конференции понимают, что вот с этим человеком ему нужно пообщаться? Как вот интроверту выходить из таких сложных ситуаций, когда подойти, познакомиться, поговорить, это проблема? Интроверт это не приговор. Как правило, это очень умные люди, которые не хотят своей пустой болтовнёй, каким-то пустым общением мочи других людей. Им легче и приятнее в обществе самих себя. И есть такие прекрасные вот эти вот штуковины, вот эти вот. И даже если вы на конференции сидите, у вас есть пять минут, вы можете точно, если вы интроверт, значит, вы ещё умеете работать с информацией, точно найти информацию про этого человека и зацепиться за какие-то последние новости о нём. Потому что, опять же, это очень хорошо работает. Вот вы что-то нашли, этот человек подошли, сказали, я прочитал про вас или я посмотрел про вас, или меня удивил такой факт вашей биографии. Говорите с людьми про них. Это первый вариант. Второй вариант, если вдруг почему-то у вас нет возможности загнуть в интернет, человек идёт мимо вас, вы не знали, что он здесь, и вот он идёт мимо вас. Тут надо включать искренность. Искренность тоже работает совершенно необыкновенно во всех случаях. Только должна быть настоящая искренность. Не игра в искренность, а настоящая искренность. Сказать, вы знаете, я мечтала всю жизнь или мечтала с вами познакомиться. Я просто вот простить себе не смогу, если не будет такой возможности. Вот один вопрос, если можно. Или где? Хотите, я вам кофе принесу, вина налью, провожу вас, плач вам подам. Я много раз это делала, потому что надо быть проактивными и надо понимать, что людям на самом деле приятен интерес к ним и, конечно, очень подкупает искренность. Если вы не будете цепляться со всей вот силой вот этой детской, вот как они лезут к матерям, цепляются за шею родители, когда те хотят положить их в кроватку. Вот если вы с такой же силой не будете цепляться за людей, которые вам интересны, а значит вы чувствуете, что эти люди могут вас развить, куда-то подвинуть, продвинуть туда, куда вам хочется, ну, надо цепляться. А дальше вот там уже вот есть фальшь, если, или пафос, ну, это никак. Если очень длинный монолог идет, кто я такой, какой у меня проект, типа, помогите мне, это никак. Вот это все ошибки большие, потому что ваша задача, ну, вот, зацепиться, и дальше опять же, опять же, никаких просьб. Вопросы могут быть, просьб не может быть. Ну, нельзя продавать на первой встрече? Ну, вообще не надо себя продавать. Не надо. Не надо, пока люди заинтересуются найти. Нина Витальевна, можно сразу оправдывать мнение, что умение общаться это врожденный дар? Я просто часто это слышал в какое-то время, сам, может быть, даже так считал. Какие аргументы можно привести о том, что, кроме того, что все младенцы не умеют говорить? Ну, все младенцы разные, они не умеют говорить, но мы уже видим. у меня трое детей и шестеро внуков. Это удивительно, как у одних родителей рождаются совершенно разные дети. И если там, скажем, наша старшая дочка абсолютный интроверт, такая умница, и была безумная проблема, она вообще не хотела спать. Мне казалось, что ей жалко спать. Ей надо все разглядывать, размышлять. А мы, конечно, не могли спать, когда ребенок не спит. А вот Катька, вторая теперь, которая там, знаменитость наша, бизнес-знаменитость, да, Екатерина Петелина, она теперь возглавляет у нас компанией Visa США-Канада. Это один из очень немногих случаев, когда российский менеджер получил такой офер из-за рубежа, из-за такого из-за рубежа. Она до этого возглавляла Visa-Россия, до этого зампреда, Задорнова, ВТБ-24, до этого управления ВТБ, до этого McKinsey Company, до этого филолог, Нижегородский университет. Катя сейчас вышла, кстати, на этой кнопке The Bell, Елизавета Осетинская, вышло интервью большое, и меня поразило, насколько распространяется это интервью через интернет, через Инстаграм, через Фейсбук, то есть я сама получаю отзывы об интервью моей дочери, которая прямо невероятно меняет нервоззрение людей, потому что в первых словах она сказала я очень много хочу и я очень много могу. И дальше в течение часа она рассказывала как сварилось я слушала, я мама, я все это знаю, но я восхищалась и слушала и училась. Учиться у собственных детей это очень важное качество у взрослых людей. Признать их лучшесть уже во многом. Ну, поэтому младенцы разные и, конечно, есть эта харизма и есть эта коммуникабельность у некоторых врожденная, а у некоторых приобретенная. И я могу сказать, что, например, у меня бывают ученики, которые сейчас сражаются с своей врожденной коммуникабельностью, которым она мешает. Мешает даже. Потому что, да, потому что они так привыкли, что это все так легко и так это болтология такая, такая милота и такое обаяние. И вдруг времена сменились, люди стали ценить свое время. Люди не готовы столько времени вот в этих вот ку, там, ах, а вы какой хорошая, вы какой приятная, я вас это знаю, а я там это, вот посмотрите это и вот это. Люди не готовы ценить на это время. Поэтому есть, я думаю, в любом достоинстве есть недостатки, в любых недостатках есть достоинства. И недостаток людей, как кажется им, что они там не владели коммуникацией, это, безусловно, их желание этим овладеть и время вложенное в хороших коучей. И это, это алгоритмы, это алгоритмы для умных людей абсолютно подвластные. Ну, просто удивительно, что у меня, например, когда группа открытого тренинга, там, в Москве, и мы учим коммуникации, мы учим презентацию, мы учим коммуникацию, мы учим, ну, ставим личный бренд, там, мне такие три направления. И я, когда слушаю первые самопрезентации своих, вот, новых, совершенно с рынка, пришедших людей совершенно разных по возрасту, совершенно разных, там, по уровню дохода, то я сразу вижу, вот этот талантлив в коммуникации, этот совсем нет. Но на второй день к вечеру они могут поменяться местами. Один может остаться на том уровне, какой он есть, и не продвинуться, а другой может приобрести навыки, и обрести навыки уже современные. Вы понимаете, что можете... Вот эти фигническая база, да, просто? Ну, можете ходить с кнопочным телефоном, вам с ним удобнее. Человек, который привык, что он легко устанавливает контакты, легко коммуницирует, он ходит с кнопочным телефоном. И есть люди, которые никогда не видят телефона, им дали айфон, и они им овладели, да, и это совершенно другой уровень. И мне кажется, что как бы ты чего-то не умел, тебе надо это постоянно обновлять. Но мне 68 лет, но я же непрерывно учусь и непрерывно меняюсь. Это же кошмар. У нас сегодня был сложный разговор с моим Михаилом, который здесь вот сидит, мой ассистент, потому что мы вместе создали онлайн-курс, и он невероятно популярен. Это действительно потрясающая штука оказалась. В самоизоляции у нас объявилось время, мне еще давно об этом мечтал. И я записала 10 уроков «Встань, скажи». Это уроки, монологов, да, вот выступлений, и 10 уроков «Гений общения», это про коммуникацию. И у меня уже обучилось руководство Сбербанка, и руководство Альфа-банка, и люди с рынка, и все просто бросились, потому что получается курс гораздо дешевле, чем мои живые открытые тренинги. И надо создавать сейчас интерактивную, уже такой, онлайн-школу Нины Зверевой. Это совершенно, это новый сайт, это новое направление. И вот я радуюсь, и я сплавлю себя на том, что «Ой, зачем я это затеяла? Я бы лучше делала свои тренинги, мне хватает денег, у меня все в порядке, мне опять надо искать новых людей, опять мне надо расширять свою команду». Она и так расширяется каждый день. Но я понимаю, что если я хочу жить дальше и быть востребованной, мне надо учиться. Есть такая фраза, умный любит учиться, а дурак любит учить. Чтобы не быть дураком, надо учиться, понимаете? Другого способа нет. Надо учиться, учиться самой и ставить себя в ситуацию, когда тебе надо делать новое. Нина Витальевна, тем не менее, проблемы с общением, их много, наверное, какие-то из них появляются еще в детстве. Что нужно делать родителям, чтобы их ребенок в будущем испытывал как можно меньше проблем с коммуникацией? У меня на Фейсбуке очень просто меня найти, я Нина Зверева. И вот посмотрите, два дня назад, по-моему, я выложила спектакль, который мы каждый год ставим в деревне. Ну, чтобы вы понимали, каждый год у нас на будущий год золотая свадьба с мужем. А каждый год это все эти 50 лет, ну, может быть, 48, когда старше стало мне 2 года. Нет, раньше. Она уже в год очень хорошо говорила, и вот уже приходили гости, и ребенок выступал. Ребенок очень такой был достаточно зажатый и сложный. И вот эти детские спектакли, если ребенок стесняется, наденьте на него маску зайчика и волка или белочки, он перестанет стесняться того, что он станет зайчиком, волком или белочкой. Это великая история. Я думаю, что у родителей есть все, все возможности в руках, чтобы дать правильные, как моя мама говорила, уровень притязания у детей должно быть, и уровень возможностей. Это задача родителей. Любить, да, любить, любить, но дайте еще им и инструменты, чтобы в этом мире самим стать счастливыми. Мы не можем их сделать счастливыми. Не можем. Они сами должны себя сделать счастливыми. И вот эти, ну, английский язык, который мы всегда давали, там, музыка, не знаю, там, музеи, поездки, это все понятно. Все, кстати, с очень, со скудными средствами. Я не знала, что такое базар. Я не ходила на рынок за продуктами. И мы жили очень, так, на одну курицу в неделю. Очень тяжело жили, но жили очень весело, потому что все время были игры, и с детьми надо играть. Игры, спектакли, игры, которые ставили детей в необходимости коммуникации. Ну, например, раз выиграть и с детьми в карты, кто-то из них проиграет. Это очень полезно, очень полезно. Но потом я, конечно, все равно подсуну джокера ребенку или козырного туза и там чего-нибудь. Мужу труднее на это было уговорить, а сама я, конечно, подыгрывала, потому что ребенок не может все время проигрывать. То есть, это вот и есть забота родителей о каком-то эмоциональной такой устойчивости, но надо помогать, но при этом и давать возможность. Вот и выступать, выступать, говорить, приводить детей, друзей домой. Потому что если родители открывают двери своего дома и становятся интересными друзьям своего ребенка, то у ребенка легче коммуникация с этими своими друзьями, потому что их дом уже становится ценностой для друзей. Это я могу сказать, что, конечно, тяжело прийти с работы и обнаружить все кастрюли пустыми. Потому что друзей было очень много. Тяжело спотыкаться кучу кроссовок. Тяжело не знать, сколько там людей в этой комнате. Мы не заходили без стука ни в одну комнату, ни одного ребенка. У нас это было не принято. У ребенка должно быть своя территория. Совершенно своя. Но тяжело. Но кто сказал, что должно быть легко? Это очень важно. И поэтому, когда коммуникация вот тут вот с друзьями, вот для подростка, она безумно важная. Хорошо, что когда она рядом, я вам больше скажу, когда сын влюбился, то девушка у нас жила два года. Здесь, наверное, для меня вот точно самое ценное, это то, что дети должны сами стать счастливыми. Вот, наверное, если родитель сможет раскрыть для ребенка как раз вот эту возможность, что он сам может стать счастливым, это и будет самым большим и полезным делом, которое родитель может сделать. Ну, по крайней мере, то, что я сейчас взял из вашего ответа. Твой опыт вы не перенесете автоматически просто из своей головы в голову ребенка. Никак. Он должен прожить свои ошибки сам. Но создать площадку дома, такую площадку, где он мягко будет получать эти навыки и даже дать мягкой обратной реакции. Ты сам доволен, как сегодня пообщался с друзьями? Вот как это прошло? А почему вы это спросили? А потому что вы не слышали его голос. Вы слышали только голос вот этого очень активного друга, который пришел, все съел, все разбил, все испортил и еще и ушел хлопнул в дверь, не попрощавшись. И вот этот разговор, он очень полезен, потому что это было все тут на ваших глазах. И вы можете каким-то образом через вопросы... Ну, причем коуч ничего не делает, кроме того, как задают вопросы. Вот хорошие родители должны быть хорошими коучами. Ты сам доволен, как прошло? Что ты от этого человек получил сегодня? Что ты рассказал своим друзьям? Да, мам, я вот не по этой части, но что ты, ты по такой части? Почему? У тебя же есть что рассказать? Смотри, как ты хорошо, там это умеешь, это умеешь. И как-то удивительно, друзья не должны интересоваться тем, что ты умеешь тоже. Ну, как вот, или нет, или может быть нет, может быть, я не права, убеди меня в обратном. Вот такие разговоры очень нужны. А вот нотации или, например, закрытые двери дома, вот они ничего не привезут. Нина Витальевна, существуют барьеры коммуникации и в более уже взрослом возрасте, и препятствия возникают, потому что социальное положение разное, на разных ступеньках карьерной лестницы люди находятся, разные возрастные, разный возраст. А что делать, чтобы вот коммуникация оставалась эффективной для обоих сторон? Когда вот... Вы про именную жизнь, да, вы про что? Я про работу. Вот как эффективно общаться с руководителем, разное, когда мы находимся на разных ступеньках иерархии. Или как эффективно общаться, когда человек на многом младше или старше. Есть же разные барьеры возникают, но при этом могут же быть какие-то обобщенные советы. Могут. Ну, во-первых, мир так устроен, что ковровых дорожек не будет. И если их было очень много в детстве, если вы там родились в семье, где вас старались от всего оградить, то чем больше старались, тем больше встретится вот этих всех камней на дороге. поэтому надо, во-первых, принять свою неидеальность, потому что когда начальник всегда дурак, ну, я в это вот не верю. И тот начальник дурак, и этот начальник дурак, и эта учительница плохая, и эта тоже плохая. Не верю. Не верю. Надо понять, что что-то, наверное, у вас не так, если там не получается коммуникация. Способов очень много. Один из способов, который я люблю, но он не всем подходит, это открытый разговор, если что-то не получается. Но этот разговор должен построить, и построен быть именно так. Скажи мне, или скажите мне, в чем я не так. Потому что ощущение такое, что я не использую своего потенциала там никак, и шел сюда вот с желанием работать, а сейчас как-то оно пропадает, наверное, у вас не что-то не так. Это может быть неожиданно, потому что люди привыкли, что на них нападают. Не надо нападать на людей. Если вы хотите разобраться, сразу признайте свою неидеальность, увлеченно признайте. Кстати, перед детьми тоже это очень полезно. Если вы вдруг оказались в молодом возрасте командиром над людьми в возрасте, сложная ситуация, у меня была такая ситуация в жизни. Я спрашивала совета и не всегда принимала эти советы, но спрашивала почти всегда. Я понимала, что для этого Валерия Ивановича, который там вдруг был мной обойден в должности, для него важно, чтобы он получил, так сказать, свою долю уважения. На самом деле должность-то ему не нужна была. Он начал мечтать об этой должности, когда меня назначили. А так она ему не нужна была. Но отставить делала, и поэтому я вот как-то довольно рано, у меня было 24, а ему, наверное, 40, довольно рано поняла, что, ну, да, надо проявлять уважение. Но при этом, если программа была плохая, мы критиковали эту программу. Кстати, он меня очень скоро полюбил, потому что тут ведь важно показать себя в деле. Надо выслушать, взять мнение всех и дальше показать себя в деле. Надо сказать людям, что дайте мне там три месяца, дальше, если ничего не получится, вот начальник в меня верит, так получилось. Он хочет, чтобы я там возглавила, да, я говорю, возглавил. А дальше, вот мне нужно три месяца, а дальше давайте по-честному поговорим, получилось что-нибудь или нет. И тот же Валерий Иванович, он вел программу, я на Горьском телевидении работала, которая ему совершенно не подходила. Ну, никак не подходила. И я предложила ему другой проект. Ну, это стал самый большой мой поклонник. К нему, может быть, в первую жизнь пришел успех. Я же продюсер. Правильно, грамотно расставить людей, это очень важно. Поэтому первый момент всегда тяжелый, но будьте откровенны, скажите, что вы это понимаете, что это так случилось, это не ваше решение. Но давайте вернемся и поговорим откровенно через три месяца. Если что-то будет не так, вот откровенно обсудим. То есть здесь не надо ничего скрывать, не надо прятаться за дверью своего кабинета и через секретаршу. Мне кажется, люди всегда ценят вашу искренность, открытость и готовность решать проблемы вместе. Сейчас это очень ценится. Ценится коммуникация, умение работать в команде, все эти soft skills. На самом деле, многим лидерам все равно, чем руководить. Заводом или телекомпанией. Абсолютно все равно. Везде есть люди, везде есть проекты. Как консалтинги дают хорошему консультанту то завод, который трубы делает, то какой-то там, я не знаю, холдинг пропагандистский, не знаю. Не важно что. Потому что есть задачи, есть люди. И побеждает тот, кто правильно мотивирует людей, правильно выстраивает коммуникации. Правильно выстроенная коммуникация, это, во-первых, продуманная коммуникация. Никаких выбросов просто энергии в атмосферу. Нет. Выйдите, выдохните, подумайте. Известно уже, что если вы 10 секунд не дали такой какой-то нервной реакции, то она у вас уже ушла, она уже будет другая. И надо ее преобразовать в слова и в конструктивные слова. Вот тогда это очень людьми ценится. Но вас никто не будет любить так, чтобы общим составом и все. Нет. И всегда за спиной вас будут обсуждать. Но вы же не идеальны, да, мы же это приняли, как вынесли за скобки. Мы не идеальны. Мы стараемся. Нам это трудно принять, но мы не идеальны. Да. Нина Витальевна, вот сейчас, когда мы говорили с вами про коммуникабельность, что иногда вредит, у меня следующий вопрос связан с тем, что вы с 8 лет узнали, что такое телевидение, что такое камера, микрофоны. А сегодня у нас у всех есть такая возможность буквально парой нажатием кнопок выйти в прямой эфир и начать вещать. Но при этом любые возможности часто оборачиваются как раз, ну, наверное, проблемой, потому что зачастую у таких звезд эфира проблемы с полезностью. А что делать, что делать, чтобы такие прямые эфиры все-таки были не пустой тратой времени для зрителей и для самого выступающего, а были действительно полезны. Вы всегда по книгам, по выступлениям, вижу, что вы очень любите триады и алгоритмы, за что я вам очень признателен, что вы помогаете выстроить структуру. Попробуем сделать алгоритм прямого эфира, который будет полезным. Отлично, спасибо большое. Да, триады это наше все, это не я придумала, к сожалению, а цицерон. Просто человеку три вещи легко запомнить, а четыре уже очень трудно. Поэтому если мы сейчас вот разговариваем, а люди нас слушают, смотрят, они вот три легко запомнят, четыре трудно. Давайте три. Первое. Надо понять, в чем вы сильны по-настоящему. Вот не что вам хочется, о чем хочется. Вот вам хочется говорить там о красоте. А вы в этом сильны, ваши подруги вам завидуют, спрашивают, где вы что купили, спрашивают совета. Если спрашивают, и все поголовно, и если там на ваши фотографии реагируют все больше и больше, ставят лайков, то, может быть, действительно в этом сильны. Но надо убедиться обязательно, поговорить с теми, кто вас любит, по-настоящему знает. Надо знать, в чем вы сильны. Вот я так искала тему своего прямого эфира, потому что у меня к моим там 68 годам уже много таких вещей на которые люди хорошо отозвались. И все-таки еще, кроме в чем вы сильны, у вас еще должен быть кураж и драйв. Вам должно хотеться об этом говорить. Вот сейчас вы полны этим. Вот сейчас это вас волнует больше всего. Потому что вы, может быть, сильны в профессиональном плане, но вот вас волнует вот у меня сегодня был чинип, он, не буду говорить кто и как, но на очень серьезной должности, в принципе, очень многие знают, но он увлекается музыкой и он всегда мечтал. А сейчас вот он играет на барабанах с настоящими группами, он очень крупный начальник, зарабатывает совсем другим. Но его зовут на концерты, ему уже готовы чуть ли не деньги платить. Его очень волнует музыка. Я думаю, его прямой эфир про музыку и про отложенные такие таланты вот был бы очень людям интересен, потому что сейчас это в нем мало того, что вы сильны, это еще и должно быть под ваше вот это волнение живое, под вашу идею изменить мир. И поэтому я сделала все-таки прямой эфир мамы на час, потому что я в прошлом журналист, сейчас я, не знаю, мне больше нравится эксперт, слово, чем бизнес-треник, эксперт, безусловно, в коммуникации, в публичных выступлениях. Я в этом понимаю, я умею этому учить, я учитель, но то, что меня вот греет, волнует по-настоящему, я мама, и я вижу, как, ну, тут вчера был тренинг, и начальник, тот, который заплатил большие деньги там за тренинг, подсел ко мне, и он охватился за мою фразу, что однажды я вылечила случайно, я не думала, что я это умею, вылечила заикание у очень хорошего парня, просто тем, что придала ему уверенность. И вот ко мне сел этот чудесный папа и сказал, что у него у сына заикание, и могу ли я вылечить. Я испугалась, я не врач, это же разные бывают вещи. Этот парень, он не заикался, когда он разговаривал с близкими людьми, он заикался, когда выходил на публику, поэтому мне надо было придать ему уверенность перед выступлением на публике, и я придумала, как это сделать. А тут, я не знаю, эти бывают всякие действительно полезные, я не хочу брать на себя лишнего. Но я задала ему несколько вопросов, и вдруг он сказал, Нина Витальевна, а можно к вам придуть с ним просто, потому что я понял, что я просто очень много ошибок совершаю. И тут он с ужасом сказал, может быть, даже он из-за меня заикается. То есть это, я поняла, что я ему нужна как мама. Вот просто, я только что всех учила, хорошо там, чему-то, но я ему нужна, как мама. Я вот нужна, как мама. Поэтому удивительно, когда я объявляю маму на час в прямом эфире, это бывает без 15-8, без 10-8 вечера, до 8 я выхожу в эфир, и я вижу, как растут эти вот люди. 100, 300, 500, 2000, 6000, один раз 20 тысяч. Люди же заранее не знали про эфир. Они пришли, они друг другу начали звонить и говорить. Проблемы с мамами, с нашими мамами, взрослыми проблемы. И я могу сказать, что это для меня тоже вызов. Я очень сильно работаю над собой, чтобы не портить жизнь своим детям. Потому что огромное количество мам портит жизнь своим детям. советами, назойливостью, напоминанием про чувство долга, болезнями, авторитарностью, ревностью, я не знаю, нытьем, просьбами. Ужасно портит жизнь. А всем хочется иметь маму, с которой все в порядке, которая занимается тобой и вроде как есть что сказать. Поэтому я выбрала эту свою сильную сторону. Ну и третье, с этими прямыми эфирами. Как хорошо все-таки, когда три, да, начинаешь себя ограничивать, это прекрасно. Знаете, надо надо сделать все-таки, как полагается в кино и на телевидении, фокус-группу. Не надо провариваться в живых эфирах с отсутствием зрителей. Надо сделать этот эфир среди своих какой-то там один вечер, ночь. и если он не пойдет совсем, люди не клюзнули, надо дать себе ну просто вот ответ, что вы не готовы или не нашли. И это не тот. Нельзя. Нельзя вот давить на то, что не получается. Надо быть по возможности точно трудно, по возможности объективным к самим себе. И если не пошло, ну значит признать, что не пошло. Очень смешной был прямой эфир. Я случайно попала в инстаграм у Гаррика Сухачева. Это первый был прямой эфир. И я прямо такое удовольствие получила. Он вообще не знал, о чем его делать, зачем. Его поражали, что люди все к нему стеклись. У него был Павел Иванов в обычных гостях. И вот он все время говорил, смотри, сколько нас смотрят, сколько нас смотрят. Весь эфир был занят тем, что смотри, сколько нас людей смотрят, о чем говорить, зачем говорить. Ну это бренды. И он такой естественный и такой, как ребенок, что я могла глядеть на него бесконечно. Я только понимала, глядела, думала, Гарик, вот три эфира таких ты продержишься, а на четвертом нет. Сдуешься, потому что уже наблюдать искренне и радость, что тебя все смотрят, уже маловато людям. Людям надо содержание, людям надо контент. Что вы можете прибавить к знанию о мире этих людей? Как вы можете их развлечь или какой компетенции их усилить? Что вы можете им привнести? Я хочу выйти в эфир. Недостаточно. Что вы можете дать этим людям? Почему они будут вас слушать? Вот, поэтому это сначала ваши компетенции, второе, ваша страсть, желательно, чтобы то и другое вместе, и третье, трезвый взгляд на себя самого. Умение воспринимать критику. Трезвый взгляд на саму себя, это супер. Нина Витальевна, а вы решили вопрос? У вас скоро выходит новая книга, и я видел у вас на Фейсбуке, что вы обращались к аудитории за помощью, как назвать, потому что у вас много вариантов, но вы не можете с редактором договориться. У вас вопрос решился, или мы, пользуясь случаем, сейчас попросим аудиторию Медиаметрикса помочь? Если вы в двух словах расскажете про что. креативностью, креативностью людей. Я ночь сегодня не спала, потому что, конечно, понимаете, отличное название «Понять вашу мать». Но я не могу, потому что, ну, мат, это вообще от меня очень далеко, не потому что я не люблю, а потому что я не владею. Этим русским языком я не владела. Я, к сожалению, выросла там в университетских домах, и, к великому сожалению, я знаю много интеллигентных людей, которые владеют вот этим шикарно. Поэтому «Понять вашу мать» ну, это шикарное название. Вообще люди очень... Я придумала «Ну, мам», но оказалось, что такая книга уже есть. Максим Фельман, который в Сколково, тоже мой, один из моих учеников и друзей, он написал «Мам, ну, хватит». Вот, издательство тоже очень понравилось. Там много еще всяких смешных и разных вариантов. Но сейчас я сама склоняюсь к варианту, который сама придумала под влиянием людей. «Мама, что опять не так?» «Мама, что опять не так?» Ну, Нина Витальевна, я правильно понял, что книга будет посвящена взаимоотношению с нашими родителями? Сложными мамами. Со сложными мамами. Со сложными мамами. Я думаю, что вам будут многие признательны за такую книгу. Это ужасно. Вот это вот ужасно, то, что происходит. Я же сама мама, и я по-честному писала эту книгу. То есть, в первой главе я признаюсь в каких-то своих ошибках, но, понимаете, есть одна проверка. Вот дети хотят с вами проводить время или нет? Добровольно. Не принудительно, там, на Новый год, на 8 марта, а добровольно они сами хотят, они спрашивают у вас совета. Они хотят с вами проводить отпуск. Они переживают, когда в пандемии вы не можете их навестить. Вот если это так, то я вас поздравляю. А если это не так, то значит, надо думать, что не портим ли мы жизнь. Мы не подписывали наших детей, когда мы их рожали под службу нам. Это не солдаты наши. И чувство долга, я думала, свойственно всем хорошим людям, но мы можем даже чувство долга понимать по-разному. Мы родили отдельных от себя людей. И если главная мечта не общаться с родителями, уехать от родителей как можно быстрее, и не видеться больше, то значит, с нами что-то не так. Не с детьми, не с нами. Я поражена, Стас, как много людей реагирует на это. Я не знаю, что с тобой выросло. Нина Витальевна, я когда увидел ваш пост, я сразу понял, что я знаю много людей, хороших, которым я подарю эту книгу. Потому что она будет полезна именно для выстроения коммуникации. Я действительно верю в силу коммуникации, действительно верю в силу книг, поэтому буду с интересом ждать, а нашим зрителям предлагаю воспользоваться уникальной возможности, посоветовать Нине Витальевне Зверевой как назвать книгу. У нее на Фейсбуке можно найти этот пост, он был во вторник или в среду. На это не верю. Нина Витальевна, не могу не поговорить с вами про книги и не буду задать вопрос о том, как вы к ним относитесь. Я понимаю, что человек, который много пишет книг, он хорошо относится к книгам и верит в их силу. Поделитесь, пожалуйста, своим читательским опытом что вы читаете, как вы читаете, как вы выбираете книги. Я всегда этот вопрос обязательно задаю. Спасибо за этот вопрос. Я могу сказать, что для меня очень большой стресс это когда я прихожу в хороший книжный магазин и на Арбате, и в московский книжный, потому что я в ужасе от того, что мои книги, там вот они среди вот этих вот миллионов прекрасных книг и про цивилизацию, и про историю, и про науку, и про детей, и про взрослых, и про мир, и это невозможно. Столько красивых, отлично изданных на отличные бумаги книг, и там среди этих книг еще есть мои книги. Это вообще такая дурацкая амбиция, надеяться, что кто-то там их купит, и кто-то обратит на них внимание. Хочется читать все, хочется взять в руки все. Очень хорошо сейчас, конечно, работает издатель, очень современно, и покетбук, и так далее. Но я очень мало сейчас читаю. Это связано с глазами, с усталостью глаз от гаджетов. У меня гаджет каждый день, как и вам, наверное, сообщают, что 6 часов в день я провела, и 7 часов в день, рекорд 10 часов в день. Потому что я в телефоне делаю все, в том числе и пишу книги тоже в телефоне. И все мое общение, все руководство моей компании все идет через телефон. Но я и в телефоне очень много читаю новостей, и все равно я очень... Человек, который живет в моменте, я все равно, наверное, по натуре журналист, и поэтому сейчас я там каждый день смотрю, что там в Беларуси, и что там в разных судах, в которых происходят разные интересные человеческие истории. Поэтому я много слушаю. Я слушаю блогеров, и среди них разные очень. Это есть и журналистские блоги, это, естественно, и Дудь, и Пивоваров, и Николай Соболев, который мне очень нравится. Мне русский язык очень нравится. Я, кстати, не вращаю внимание на МАК, то есть я, наоборот, когда это правильно сделано, я это могу оценить. Но я люблю Курпатова, очень. И это для меня уже такая книга. Я все лекции его знаю почти наизусть. Я очень люблю слушать его лекции, смотреть здесь, как он это делает. Я люблю ТЭД. И слежу за лучшими спикерами ТЭД. И у меня даже есть потом их книги, но я все равно понимаю, что вот я прослушала, и я уже не так сильно хочу читать. Я согласна где-то с Чичваркиным, Женей, что часто эти американские книги, деловая литература, они устроены так, что на первых страницах все сказано, а потом только все разбавлено, разбавлено. Например, Севенкови, у меня он лежит здесь, мне Кириен Хоман подарил. Да, этот многотомник. И я очень была им разочарована. Я понимала, что это такая чуть ли не книга номер один. Но вот Корнеги для меня не устарел. И я бесконечно к нему обращаюсь. Когда-то я читала его бумаги, теперь вот в аудиовариантах. И для меня, он очень мне близок. По коммуникации, по выступлению он мне очень близок. Как и Ларри Кинг. Вот две его книги, что я здесь делаю и как общаться с кем угодно, о чем угодно. Это у меня любимые, можно сказать, настольные книги. Из таких вот интервью больших, которые так перевернули мозг, причем на тему в том числе и всяких плохих и сложных мам, Светлана Комиссарук. У нее история потрясающая. Она в 45 лет начала учиться психологии. Сейчас она завкафедрой Колумбийского университета. И так она спокойно и хорошо говорит такие важные вещи. Ну, то есть, для меня, например, это очень ценный человек. Она в многом перевернула мои мозги. Люблю Максима Ильяхова. Это очень важно. Мы с ним прямо работаем в синергии. Я говорю, как выступать, говорить, как подбирать слова. А у него примерно, ну, просто на самом деле то же самое, но про то, как писать слова, как выбирать. Вот пиши, сокращай, я считаю, это настоящий бестселлер. Я люблю Садгуру. Очень. Особенно в таких коротких вариантах. Как он говорит? Это вот, понимаете, это другое. Это духовная история очень простыми словами. Обожаю все новые слушающие варианты. Лайтман, кстати, тоже из этой же серии, только чуть другая. Это еврейская культура. Кабала. И очень интересные у него тоже вещи. Люблю тедовские выступления наших, между прочим, вот он, Нюту. Очень люблю. И, конечно, для меня очень важный формат, и очень хочу, чтобы обратили внимание ваши зрители, слушатели на этот формат, это выступление великих людей перед студентами. Вот это потрясающий учебник, как выступать и как общаться. Стив Джолмс, знаменитая его речь, перед студентами Стэнфорда, Джоллен Роллинг, Харвард, и Джефф Безос. Обратите внимание на это выступление. Не помню даже перед каким университетом, но Джефф Безос, это там главная идея. Ты, это тот выбор, который ты сделал. Ну вот, собственно, еще у меня есть один источник прекрасный. Это когда мне пересказывают. Вот подрастут ваши дети, будет у вас такое счастье. Ну, например, Харари. Он для меня сложен. Его читал мой муж, но муж не очень любит пересказывать. А, например, старшая дочь, она великолепный пересказчик, как вторая дочь, как и Петя, как сын. Они мне пересказывают книги, которые на них произвели впечатление. Они говорят, мне главные мысли из этих книг. Вот Харари с его отношением к искусственному интеллекту и к будущему человечеству меня просто потрясло. На даче мы были, и я помню все. Наверное, я помню даже сильнее, чем если бы я его читала. Вот. Или, например, когда зять рассказывал про эту книгу «Бедный папа, богатый папа» в его изложении. Мы обсуждали все семьи, и это было очень интересно. Поэтому, понимаете, в каждой книге, каждая книга это высказывание. Если это высказывание яркое, то соседи обязательно получите его из книги. Вы можете получить его от какого-то человека и обсудить с ним. И это будет тоже очень полезно. Вот, собственно, мой список. Да, Нина Витальевна, спасибо большое. К сожалению, беседа была очень увлекательна, но она движется к завершению. И я очень надеюсь, что нашим зрителям было также легко, весело и полезно. Я чуть-чуть вас перефразирую, вашу отряду в этой беседе. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Пути развития» с Станиславом Лугановым была Нина Витальевна Зверева, известный эксперт в области коммуникации и публичных выступлений, спикер, бизнес-тренер, В области строительства семьи. И в области строительства семьи. У меня два, два. У меня вот есть экспертиза в коммуникации и есть экспертиза семья, отношения, как строить отношения. Я уже понял, что нам придется, мне придется вас просить сделать вторую передачу, специально посвятив ее больше системе. Мне до семья, что надо. Это же прямо, ну вот, как в Библии написано. Вот я сейчас этим сейчас живу. Да, друзья, полную версию беседы можно будет найти на сайте канала Медиаметрикс, на моей странице в Фейсбуке и в Инстаграме. Всего вам доброго, до новых встреч. Нина Витальевна, еще раз большое спасибо. Спасибо вам, Стас. Не болейте. Счастливо всем. Счастливо всем.